Приветствую вас! Прежде всего, мне бы хотелось спросить у вас, задать вам вопрос, касающийся одного момента, где вы пишете, что общение ваше не было безустановочным, то есть вы сами даете характеристику своему общению с мужчиной, как недостаточно устраивающего вас. Скажите, вы считаете для себя критичным подобный факт, что мужчина не имеет возможности, скажем так, поддерживать диалог на постоянной основе. Почему я спрашиваю вас об этом? Дело в том, что если для вас важен этот момент, то есть если вам важно, чтобы общение с мужчиной обязательно было активным, постоянным и так далее, если для вас это важно, то данный мужчина, к сожалению, вам не подходит. и, соответственно, он не отвечает вашим требованиям, и, соответственно, с ним, скорее всего, общаться вам не стоит. Ну, просто потому, что у него нет возможности удовлетворить ваш запрос. просто потому, что он не может дать вам того, чего вы от него, например, хотите. Я имею ввиду общение. А если вы считаете, что мужчина, в принципе, способен на большее, и если он вам написал, то есть большая вероятность того, что он ждет от вас некой обратной связи. Вполне вероятно, что ему нужна обратная связь от вас. И в этом плане не будет ничего плохого, если вы сами ему напишетесь. Просто для того, чтобы посмотреть, как человек отреагирует, например, на то, что вы, допустим, там, сами проявили инициативу. Если отреагирует положительно, то можно, в принципе, продолжать общение. Если отреагирует так, как вам не понравится, то, естественно, и, на мой взгляд, даже логично, общение продолжать не нужно. Понимаете, если вы сами ему не напишете, если вы сами не проявите инициативу сейчас, когда он, в принципе, инициативу проявил, есть, к сожалению, вероятность того, что вы будете сожалеть о том, что вот, например, могли, могли что-то сделать, могли, например, написать, но не написали. Вот, чтобы подобного не было, я рекомендую вам, собственно говоря, попробовать проявить у меня инициативу, дать ему шанс, ну, мужчине, я имею в виду, вот, чтобы посмотреть на его обратную связь и по этой уже обратной связи, собственно говоря, и делать какие-то выводы относительно того, имеет ли смысл с ним взаимодействовать дальше или нет. Вот, в принципе, то, что можно вам ответить на ваш вопрос. Но перед тем, как писать ему, передать, пожалуйста, подумайте, нужен ли вам такой человек, устраивает ли он вас, потому что, если нет, если он вас не устраивает, если вы хотите чего-то другого, если вы считаете, что он для вас недостаточно, там, например, хорош или что-то еще, то не надо мучить себя и его. Не делайте чего-то, что вам не по душе. Не делайте чего-то, что идет против ваших желаний. Это вот как раз и есть самое плохое, что вы можете себе сделать. Поэтому, прежде чем решать, писать ему или нет, обязательно подумайте вот на эту тему, о которой я вам сказал. Дабы принять взвешенное и верное решение. Потому что его это решение принимает в праве только вы. Вот вы говорите, значит, ну или ему написать, в чем дело или не стоит. А в чем дело, собственно? Что произошло? Вот ничего плохого не произошло. Как я понял, как я увидел. Вы просто пообщали, погуляли. Он вам написал. Вот вы говорите, что он вам написал и на этом все. А вы чего ждали? Вы сами чего ждали? Вот проведите черту, проведите линию, следующую между тем, чего вы ждали от мужчины. И делайте, что вы получили от него. И, собственно, подумайте, что помешало вам, не разрешалось. И могло ли быть так, что вы, например, получили бы ту обратную связь, которая бы, ну скажем, вас устраивала. И вот исходя из этого, вы уже принимаете решение. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, пишите в личку. Я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Подписывайтесь на мой канал. Продолжение следует...